9-й середина 11 века вошли в историю Северной Европы под названием Эпохи Викингов. Это было время, когда набеги племен северных народов постепенно переросли в завоевательные походы, а королевства, совсем недавно переставшие быть варварскими, ужаснулись дикости северян. Слово «викинг», вероятно, происходит от слова «вик», «бухта», «порт». В таких бухтах собирались северные мореходы перед очередным набегом. Впрочем, возможны и другие толкования этого слова. В Западной Европе викинги были известны под именем норманнов, северных людей. В Англии их всех именовали датчанами, в том числе и норвежцев, и шведов, а на Руси – варягами. Первые нападения викингов приходятся на конец VIII века. Вскоре такие разбойничьи набеги становятся подлинным бедствием для прибрежных районов Англии, Ирландии, Франкского королевства и южного берега Балтийского моря. Стремительные атаки безжалостных язычников наводили ужас на местных жителей, неспособных дать налетчикам отпор. Дело дошло до того, что духовенство, считая нормандские набеги Божьей карой за грехи людские, составило новую молитву «Боже, сохрани нас от неистовства норманов». Постепенно правители стран, подвергавшихся нападениям, сумели наладить береговую охрану. Теперь не всегда, но часто дружина местного феодала успевала прибыть на место вовремя и отбросить грабителей обратно в море. Некоторые короли даже пытались перенести войну на землю викингов. Это заставило датских конунгов начать постройку датского вала, линии укреплений, защищавших ютландский полуостров с юга. Со временем норманны стали не только грабить прибрежные земли. От разбойничьих набегов викинги перешли к колонизации захваченных земель. Конечно, это не значит, что грабительские походы викингов прекратились. Но теперь норманны стали время от времени захватывать не имущества других народов, но земли. Датчане и норвежцы полностью заселили острова к северу от Британии, в том числе Исландию. Со временем нормандские поселки появились в Гренландии, чей климат в те годы был мягче. Согласно последним археологическим находкам, отдельные отряды викингов доходили даже до Северной Америки. Об этом походе викингов под предводительством Эрика Торвальдсена, то есть Рыжего, и Лейфа Эриксона, рассказывается в древних норвежских сказаниях «Сагах». В IX-начале X века норманны захватили значительную часть Ирландии, основав там несколько своих королевств. В IX веке варяги преимущественно шведского происхождения приняли активное участие в складывании древнерусского государства. К концу IX века датским викингам удалось захватить и часть Англии. Несмотря на все усилия, саксонскому королю Альфреду удалось лишь остановить датское наступление, но не отбросить захватчиков обратно за море. На рубеже IX-X веков норманны захватили земли на севере Франции. Франкский король, не имея сил изгнать захватчиков, предпочел признать их власть. Он предложил предводителю норманнов стать вассалом короля с титулом герцога. Так на севере Франции появилось новое герцогство – Нормандия. Но нормандские герцоги только на словах были вассалами франкского короля. На деле же они являлись полностью независимыми властителями и проводили собственную политику. Так в конце IX-начале X веков выходцы из Нормандии совершили целый ряд завоевательных походов и захватили Южную Италию и Англию. Британские острова издавна привлекали норманнов. Не один раз они пытались утвердиться на этих землях. Сначала датские и норвежские конунги нанимались на службу английским королям. В Англии высоко ценили, наемников из-за моря и щедро платили за их услуги. Постепенно плата за службу переросла в поборы, напрямую собираемые норманами с населения. Эти поборы стали даже называть датскими деньгами. В 1016 году норвежский конунг Кнут занял английский престол, а вскоре после этого он стал королем и в Дании тоже. В 1028 году он добился полной власти над Норвегией. Так в середине XI века возникла держава Кнута Великого. Территории, составившие это государство, были разделены огромными расстояниями. Из-за этого держава Кнута была внутренне непрочной. В 1042 году, вскоре после смерти государя, норманны утратили сначала Англию, а затем и Норвегию. Последнюю попытку вновь объединить Англию и Норвегию сделал норвежский конунг Харальд. Этот викинг пользовался славой известного и прославленного воина. В молодости он участвовал во множестве набегов на земли Восточной и Южной Европы, служил в армии Константинопольского Василевса, потом воевал в Сицилии и Италии. Великий князь киевский Ярослав Мудрый выдал за него замуж свою дочь. В 1066 году Харальд высадился в Англии, но был разбит армией английского короля. Насмешка судьбы заключалась в том, что спустя всего две недели недавний победитель Харальда сам был разбит переправившимися через пролив Ла-Манш из Нормандии норманцами. Правда, в 1069 году норманы еще раз попытались высадиться в Англии, но это была уже не столько попытка завоевать страну, сколько очередной грабительский набег. Получив выкуп, они отправились домой. На этом завоевательные походы викингов прекратились. Походы норманов можно считать последней волной великого переселения народов. Так же, как германские и славянские племена в V-VI веках, начав с грабительских набегов на Римскую империю, затем переселялись на завоеванные земли, так и норманы в IX-XI веках, не ограничиваясь набегами на европейские страны, перешли к захвату земель и созданию собственных государств. Таким государством стало, к примеру, Сицилийское королевство. Однако вторая волна имела серьезные отличия от первой. Так в V-VI веках варвары участвовали в разрушении уже отжившей рабовладельческой Римской империи, поэтому они не приспосабливались к порядкам, существовавшим в Римской империи, а ломали их и заставляли население покоренных земель жить по новым, привычным для варваров нормам. Конечно, жизнь вскоре вынудила и самих захватчиков приступить к изменению племенного уклада, но и возврата к античному рабовладению уже не произошло. Во время же второй волны переселения народов, в IX-XI веках, викинги пришли в столкновение с новым феодальным строем. Разрушить его норманы были не в состоянии, поэтому они приспосабливались к феодальным порядкам. На захваченных землях викинги очень быстро начинали жить по законам феодального общества, даже если на их родине ничего подобного не было. Действительно, Дания, Швеция и Норвегия, родина норманов, развивались далеко от центров древнего мира, античной культуры и первых варварских королевств. Лучшие географы Древней Греции и Рима имели очень смутное и приблизительное представление даже о Северной Германии, а уж земли, расположенные к северу от устья Рейна, представлялись им сплошным белым пятном. Феодальные королевства тоже далеко не сразу вступили в контакт со странами Скандинавии. Поэтому у северных народов, не видевших то, как живут их южные соседи, сравнительно долго сохранялись пережитки родоплеменных отношений. Период оформления феодального строя, закончившийся в странах Западной Европы к IX-X веку, в Скандинавии затянулся до XII-XIII веков. Да и сам феодализм в Дании, Швеции и Норвегии был особенный, не похожий на феодальные порядки во Франции и Германии. Так в Скандинавии была мало распространена барщина и зависимость крестьян, а в Норвегии этих явлений вовсе не было. Самым простым объяснением этому является то, что в Скандинавии мало плодородных земель, на которых можно было развивать земледелие. Следовательно, и крестьянских земельных наделов, и господских полей, и феодов в этих странах почти не было. В результате и права феодалов были более ограничены, и феодальная лестница менее развита. Так, к примеру, на северном острове Исландии феодальные отношения не сложились вовсе. До 60-х годов XIII века, когда остров был захвачен Норвегией, Исландия оставалась страной свободных крестьян, управляли которыми советы старейшин. Отличия скандинавского феодализма от европейского были связаны с особенностями природы. Суровый климат, преобладание гор с малым количеством удобных для хлебопашества земель. Зато здесь, на этих землях, большую роль играло скотоводство. А в лесных областях и на севере, в тундре, были распространены охота на пушного зверя и оленеводство. На побережье скандинавы занимались рыболовством. Издавна жители Дании, Швеции и Норвегии, то есть северных территорий, окруженных морями, были искусными корабелами и мореходами. Основную массу населения скандинавских стран составляли бонды – свободные земледельцы, скотоводы, охотники и рыбаки. Каждая семья имела собственное хозяйство. Бонды жили либо небольшими поселками в Дании и Швеции, либо отдельными хуторами в Исландии и Норвегии. Большую роль у скандинавов играли собрания бондов, напоминающие народные вещи западноевропейских стран. На этих собраниях вершился суд, решались споры, заключались различные сделки. С течением времени в жизни скандинавских народов усиливается значение знати. Источником ее могущества были прежде всего стада скота, торговля и особенно богатства, захваченные в морских походах и набегах. Там, где знать имела земельные владения, она использовала труд рабов, в которых превращали захваченных в набегах пленных, а иногда и труд обедневших бондов. На Ютландском полуострове и южной части Швеции, где пригодных для земледелия земель было больше, чем в северных районах, возникали вотчины с господской землей. По мере роста могущества знати с одной стороны и подчинения ей части бондов с другой, у норманнов стали возникать предпосылки для складывания государства. Походы викингов ускорили этот процесс. Но первые скандинавские короли, конунги, еще долгое время оставались больше военными вождями норманнов, чем королями в привычном для жителей Западной Европы смысле. Однако постепенно и в этих северных странах формировалась государственная власть. Так в Дании феодальное государство сложилось к концу IX века. В Норвегии королевская власть окрепла и утвердилась в IX-XI веках. Впрочем, вскоре Норвегия была включена в державу Кнута Великого. Дальнейшее развитие норвежского государства тесно связано с Датским королевством. В Швеции некоторое время существовало два королевства, и лишь к началу XI века страна была объединена в единое государство. Но и в XII веке власть шведского короля оставалась ограниченной. Стремясь упрочить свое положение, короли пытались опереться на христианскую церковь. Но принятие христианства жителями Северной Европы наталкивалось на упорное сопротивление крестьян и родовой знати. Противники новой религии считали, что только их традиционные верования смогут защитить их независимость от притязаний королевской власти. Поэтому борьба против усиления государства часто велась под флагом борьбы за сохранение старой веры. Христианская церковь смогла укрепиться в Скандинавии только в конце X – начале XI веков. Но и то не окончательно. Еще и в XII веке среди северных народов сохранялись языческие культы. И все же с развитием феодализма влияние христианства росло. Церковь получала щедрые денежные и земельные пожалования от королей и даже в начале XII века смогла учредить скандинавское архиепископство. Так пал один из последних оплотов язычества в Европе.